И вновь приветствую всех вас, тех смельчаков, которые решили осилить просмотр этих прохождений, приключения Лиги Исследователей, и вместе со мной подводят итоги уходящего 2015 года. Так уж вышло, что за один день не удалось пройти все кварталы, не удалось все обсудить и подвести все итоги, и даже пришлось сделать перерыв в целый день, потому как всякая предновогодняя суета и прочее отнимает большое количество времени, но я от своих планов не отступаюсь и хочу, чтобы все ролики вышли до нового года, поэтому стоит сегодня все пройти, чтобы завтра уже была третья часть, Потому как фактически все происходит почти в реальном времени, две части уже вышли, и у них были свои технические огрехи, блин, у второго квартала была целая минута черного экрана в конце, и это странно, но я думаю, вы уже привыкли к такому, да и тем более хорошо, что это не в центре, так как было, например, в первом ролике, там были свои отдельные проблемы с этим, но я все уладил. И если мне не изменять память, мы подводили игровые итоги года в прошлом ролике и провели их приблизительно наполовину, я бы даже сказал, что почти точно наполовину, но сейчас мы купим разрушенный или заброшенный город, я уже, если честно, не помню, как правильно он называется в мире Варкрафта, ну, тут руин, вроде бы как бы разрушенный город. И... кто же, кто же нас ожидает здесь? Я попытаюсь поменьше болтать всякие глупости и побыстрее все проходить, потому что это экономит и мое время, и ваше время. Так, в общем, да, мы продолжаем собирать какой-то волшебный посок, две части уже у нас есть, это третья часть, и этот странный мурлок, который ведет себя совсем не как мурлок, еще у нас сэр, отправился в этот город, чтобы найти эту часть, и с ним был потерян контакт. Контакт. И кто у нас первый босс? Контакт. 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 Вот я, если честно, не знаю, что за новый охотник, поэтому давайте поп... Или чернокнижника, или мага, блин. Хочется побыстрее ведь это пройти. Ну ладно, посмотрим, что там за охотник. Этот новый охотник собирался год назад, как минимум. Поэтому не такой уж он новый и непонятно, что там внутри. Итак, мы с вами закончили на номинации «Моя первая половина года». И следующая у меня в списке идёт номинация очень странная, на самом деле. Поматросила четыре месяца и бросила. Но потом опять. И единственный, как бы, участник, номинант, который мог бы даже быть на эту номинацию, собственно говоря, и стал победителем, это «Дестони». «Дестони» — та самая игра, которая была со мной очень долго после приобретения PlayStation 4. Какой-то, в общем-то, недружелюбный наг. Так, и я уже вижу, какие карты нужно сбросить. Обе карты за шесть маны. Но я немножко закончу про номинацию, соответственно. «Дестони» — игра, которую почти всё моё время начал отбирать. После того, как я приобрёл приставку PlayStation 4. Я правда не очень люблю слово «приставка». Консоль. Более удачное слово. И даже почти пять месяцев оно заняло. У меня всё лето, май, начало сентября. Но, к сожалению, когда вышло новое дополнение, о котором мы поговорим чуть позже, в общем, «Дестони» полностью изменилась. И я без всяких дополнений оказался там фактически не удел. Но ситуация была исправлена под конец года. На распродаже были приобретены дополнения. И... Так, суп из Мурлока. Здравствуйте, Эксплорер. Мне кажется, что я был в пиклее. Можешь помочь мне? Да, с радостью, поможем тебе. Так, что же... Сохраняет... В общем, спасаем Сера Финли. И останавливаем Нагу Онслоуд. Я не знаю, что такое Онслоуд. Это странно. В общем, были приобретены мною дополнения. И «Дестони» снова заиграла великими красками. К сожалению, после этого был отдан обратно мой монитор. И моя PlayStation 4 сейчас стоит собирать пикли. Я не имею возможности играть в замечательную «Дестони». Но зато могу вместе с вами здесь проходить... Это замечательное приключение! Ну, я не знаю, что можно рассказать вам о «Дестони». Она вышла не в этом году, но... Так как... Все... Так как все это происходило... В этом году со мной, и я, в принципе, делал летом ролик. Вот это, блин, коварно. Очень коварно. Серьезно. Но! Но! Для таких моментов у меня есть вот такая вот карта. Ага, отлично. Мы получили эту легендарную карту себе в руку. Но, блин... Я, в принципе, брал охотника только из-за его классовой способности. Менять ее на какую-то другую не очень круто. Зато здесь поменялась способность. Теперь она стоит 2 маны. И дает вашему герою плюс 2 атаки на этот ход. Это... Это интересно. Ну и получили еще, в общем-то, не моту. Блин, это... Это стрёмно. Ну, по крайней мере, он теперь каждый ход теряет 2 маны. Но его классовая способность... Хех, классовая. Какая она классовая? О, господи, что это? Это гиена. Миллиард лет не видел гиену. Хм... Давайте посмотрим, какие у нас есть варианты. Ммм... Друидовская неплохая. Можем хилку взять, блин. Конечно, да. Это мощно. Охотник с престовским исцелением. Можем взять 2 брони. Но, мне кажется, что это более удачная способность сейчас. По крайней мере. Так, отлично. Учили провокатора. Если он будет бить, то получит 4 урона себе в рожу. Это, в общем-то, не так уж и плохо. В общем-то, Destiny, она... Ну, если бы не вот этот перерыв, она могла бы спокойно выигрывать номинацию «Моя вторая половина года». Вот этот Destiny тоже один из тех моментов, за чего я играл не так уж много вышедших игр в этом году. Ну, зачем, если, в принципе, спокойно хватало всего и вся. Тем более, блин, вот... После выхода дополнение «Taking King», которая выигрывает сразу в двух номинациях. Как худшая DLC года. Потому что, когда она вышла, то Destiny без «Taking King» превратилась вообще не во что. То есть, все очень плохо. Допустим, в том же самом World of Warcraft, если вы играете без финального дополнения, то вы, в принципе, имеете доступ ко всему контенту, который выходил до этого. И, ну... Просто не можете получить новый контент. А «Taking King» и «Destiny» превратил весь старый контент в ничто. Даже... Вы не могли получить наилучшие награды, наилучшее оружие, экипировку с первого года Destiny, так сказать. Оно просто было заменено на лучшее из второго года. Но только как вы не имеете дополнения, вы не можете это все приобрести. И сидите как сыч. Ничего не делайте. И куда бы это... Ну, смотрите, мы получили зверя, которого будет рывок сразу. Что как бы намекает на то, что нужно бить морды. Но, в то же время, оно... Destiny, «Taking King» выигрывает номенции и лучшие двадцатые годы. Потому что тот контент, который оно в себе привносит, само по себе, так сказать. Очень странный игросов получилась. Хотя это было совсем не игросов. Это было просто идиотская последняя фраза. Вот. Оно просто феноменально. Я поиграл всего чуть больше недели. То, что там происходит. И мне до этого еще пришлось пройти контент. Ну, в основном, всякие миссии с предыдущих двух небольших дополнений. Но, «The Taking King» это просто что-то невероятное. И превращает Destiny реально в совершенно другую. И в два раза минимум лучшую игру. Поэтому это и лучшая DLC года. Ну, само по себе. Ну и худшая, потому что превращает все остальное ни во что. Так, что же мы можем сделать? Мы можем просто ударить лицо. Не баловаться, лишний раз ни в тему времени. И так болтаю очень много. Ну, первый босс, он такой рисковый. Я думаю, на геройке тут все печально. Но мне повезло. Да, конечно, никто ведь не откажется. Так, мы получили эту здоровенную жабу, которая при смерти носит одну единицу урона случайному противнику. И «Горилла Бот А3». Боевой клич, если у вас есть другой механизм, открывает механизм. Прикольно, жалко, что я не очень играю на механизмах. Чаек. Подводим итоги года далее. Замечательная номинация FIFA года. То есть, как бы, она намекает на то, что даже FIFA в этом году оказалась не лучшей в своем репертуаре, в своей нише, потому что вышла, естественно, Rocket League. Видите, это еще одна номинация, в которой эта игра побеждает, поэтому, ну, не мудрено, почему она должна стать игрой года. Хотя, такая номинация у меня явная. Так, ну, то есть, я имею в виду, нету номинация игра года. Тут просто видно по победителям всех других номинаций. Я об этом. Ну, в общем, да. FIFA года, Rocket League. В общем-то, тут и добавить нечего. Это гораздо веселее. Ну, просто в FIFA уже сколько лет подряд можно играть, и футбол, футбол. А тут футбол на чёртовых машинках. Ёлки-палки. Так, договориться с этим гигантом... Или справьтесь с этим гигантом, гигантским Мурлоком, чтобы добраться до последней части. Ну, такое есть описание. Мурлоком, мурлоком, мурлоком. Вот так, наверное, правильно читать это всё дело. А героическая способность берёт карты пока... Угу. Столько карт, сколько у соперника. То есть, надо брать тоже агроколоду здесь. Агроколода у меня только одна, и она не очень агро. Но попробуем, попробуем взять... Чернокнижника. Почему я вижу у чернокнижника способность охотника? Это очень странно. Походу, включил анимацию. Гул'дан против гигантского Мурлоком. Блин, кстати... Вот, мне кажется, прям... Прям намекает на то, что у него там колода мурлоков собрана. И нужно играть против него колоды мурлоков, скорее всего. Но нет. У меня просто нет колоды мурлоков. О! Превосходно. Жалко только, что я хожу не вторым. Да, кто бы спорил. Лучше бы ты нам перевёл, что он имел в виду. Тем временем... А... Ещё одна странная номинация. Игра про слона года. Не то, чтобы вообще выходило много игр про слонов. И я больше и не видел. Но Tempo The Badass Elephant Было внезапной. Самой по себе. Этим летом она вышла. И... В принципе, не то, чтобы много о ней кто говорил. Но... Как только она вышла, Свой инфоповод она получила. И выглядит она действительно забавно. Очень интересно. Если вы её пропустили, То... Вам следует с ней ознакомиться. Это такой платформер... Эм... Платформер экшен... Про слона. Ну... То есть, как бы... Слон не очень... Кажется... Тем героем, который... Способен... Перепрыгивать через платформы, препятствия... Но... Выходит, что может. Благодаря этой игре можно узнать много чего интересного. Тем более... Интересно, что... Игру разрабатывали... В принципе, люди, которые... До этого всё время разрабатывали покемонов. Ну, точнее, не всё время. Не то, что не с самого рождения их только делаешь, Разрабатывали покемонов. Нет. Ну... Это их... Это основная деятельность, по которой они известны миру. И такой платформер... Немножко... Непривычный. Это, действительно, было... От них... Неожиданно. Так, чем же ответит наш... Мурлок? Ну, неплохо. Да елки-палки, сколько у него этих мурлоков? Ну, явно вся колода, но... Будет печально, если они у него повторяются. А, тем временем мы полностью... Очищаем нашу руку. В принципе... Неплохо, сама по себе. Так. Пока вроде бы всё идёт хорошо. Но теперь не так хорошо. У него куча этих мурлоков райдеров. Я понял. Блин, вообще... Все карты за одну ману, которую только можно было представить... Все их я получаю. Забафаем нашего демона. Блин, всё, всё. Все кинжалы летят в лицо. Ну, как знает. Тем временем, следующая номинация ещё одна очень упоротая, но... Звучит она... Я не придумал название номинации. Но игра достойна упоминания года. Ori and the Blind Forest. На самом деле, действительно, это одна из тех игр, которые я ждал в этом году. Но, к сожалению, не смог с ней ознакомиться лично, так как она выходила якобы эксклюзивом для Xbox. Или эксклюзивом, там, ещё для Windows 10. Но я узнал уже, что она есть и на Windows 7 нормально идёт. И, может быть, да, я с ней ознакомлюсь в ближайшее время. Это тоже платформер. Очень красочный. Говорят, хардкорный. Но... Он, в принципе, крут сам по себе. Уже по задумке. Потому что там все механики. И, не знаю, всё это, как выглядит, круто. Я, конечно, отдал лучшую стилистику года Патеону. Но здесь тоже всё очень сочно. В общем, Ori and the Blind Forest просто достойно упоминания. Я не мог просто ничего не сказать, подводя итоги года. Поэтому пришлось такую дурацкую номинацию выдумывать. Так. В принципе, ничего особенного. От этого босса мы не получаем тоже. Я ему наношу 7 урона. Неплохо. К сожалению, не могу больше ничего сделать. Так. Сделаем как-то так. Типа похитро. В принципе, более-менее адекватные номинации, как вы могли уже понять, они закончились давно. И поэтому, слушай, следующая номинация, лучшая игра для ПК года, звучит нормально, да? Но выиграют Batman Arkham Knight. И это очень ироничная номинация, по большому счёту. Потому что, я думаю, вы знаете об этом скандале. Что не очень повезло тем, кто захотел пройти эту замечательную игру на персональном компьютере. Потому что она там совсем неиграбельным говном. И её переделывали специально. Ну, в общем, переделали. Насколько я знаю. Но запомнили эту ситуацию на долгое, поэтому вот вам ПК-гейминг во всей красе. И лучшая для него игра в этом году была, естественно, Batman Arkham Knight. Ну, а игра Икона Года. Ух ты, ёлки-палки. Это карты для паладина, если я не ошибаюсь. Ну, паладина уже есть, карты с Мурлоком, которые на воодушевлении. Я думаю, это под неё всё и сделано. Ну, и вот это ещё одна новая карта Мурлока за 0 ман 1-1. Но так как она Мурлока, не просто существо 1-1, она выигрывает у Огонька. Потому что имеет комбинации. Ну, в общем, я хотел сказать, что номинация Игра Икона Года, которая полностью освещает ситуацию для меня в этом игром году. На самом деле, она освещает эту же ситуацию и года так, 2002-го до нашей эры. Godzilla The Game, вышедшая этим летом. Просто, не знаю, вбейте в поисковик, в скриншоты. И знайте, что эту игру продают за 60 долларов на PlayStation 4. На Steam тоже есть Godzilla The Game. Просто посмотрите. Здесь комментировать нечего. Эта игра вышла в этом году и как бы намекает на то, что всё не очень хорошо. Так, Леди Нажар. А что Леди Нажар делает в забытом или разрушенном городе? Или я перепутал? Блин, мне такое было ощущение, что... Вот, кстати, я только сейчас увидел, что там анимированы все эти дырки в стенах. Там проходит анимация. Классно. Потому что Леди Нажар, она как бы должна была быть в Вайшире. Это подводная локация. Но нет. Это странно. Леди Нажар имеет финальную часть. Точнее, у неё есть финальная часть. Ненавижу эти построения. В английском языке построение предложение, естественно. Вот. Посох, в общем, не работает без него. Поэтому нужно, естественно, её добыть. И у этой способности даже нет нуля маны стоимости. Жемчужина тюмы в конце вашего хода меняет... Что? В смысле? Ну, как я понял, это очень странное описание. Особенно его концовка. Ну, разве что, ладно. Ну, не касается существ за 0 маны. Хорошо. Это очень странное уточнение. Получается, в общем, все существа, которые мы выставляем на стол, в конце хода меняются на какие-то другие существа с стоимостью... С такой же стоимостью. Это интересно. Это стоит обдумать. Поэтому, зная, что у меня есть существа за 10 маны, это Вариан Лин, и его можно заменить на Смертокрыло в идеале, возьмём, естественно, воина. Ну, хотя тут логика не прослеживается, не прослеживается моих действий никакая. На самом деле. Вы это уже знаете. Но, может быть, сработает. Кто знает. Я, кстати, ещё заметил, что, ну, не здороваюсь с боссами, они обычно иногда отвечают, иногда нет. Поэтому, наверное, стоило бы... Да и слезняка уберём, потому что... Ладно, оставим за 2 маны. Вдруг не дадут ничего хорошего. Подал заявку на бета-тест ещё в час анонса игры. А доступ так и не получил. И вообще, теперь вряд ли буду играть года. Я думаю, вы догадываетесь, о чём идёт речь. Если нет, то это Overwatch. В общем-то, да. Я ещё на том близко, они только анонсировали, сказали, что можно подавать заявку. Сделал это. И прошло больше года. В принципе, год ровно прошёл. Нет, чувак, я бросаю и вызов. Ты просто здесь был случайно. Так вот, прошёл год, началось наконец-то обае тестирование. Оно продлилось месяц, даже больше. И где? Где доступ? Нету доступа. И игра, блин, платная оказалась. За 2000 рублей. Нет, извините. Мне оплатить 2000 рублей только, чтобы пару вечеров поиграть в шутер онлайновый. К сожалению, ну, не на моём ноутбуке точно, потому что там будет вряд ли всё это идти. И, может быть, может быть, когда-нибудь на PS4 я попробую Overwatch. Но, так уж судьба сложилась, что, скорее всего, нет. Поэтому и такая номинация и победить. А, у меня же тоже колода мурл. И, кстати, блин. Эй, но ведь там написано. Там написано уточнение. Которое стоит 1... А-а-а. Всё, я идиот. Имелось ввиду, что оно меняет на существ стоимостью не такой же маны, а на одну больше. То есть, можно смертокрыло получить, выставив и зерру, которая стоит 9 маны, например. В конце её хода, да. Блин, это странно, мне кажется, тут будут проблемы, и этот ролик затянется, он так уже идет 25-26 минут, из-за моей болтовни О-о-о, черт, блин, тут тоже, наверное, надо было варлоком Работать Че? Ну, в смысле, ничего, я не удивляюсь, че? Рено вернулся с Родом Солнца, и Брэнн на его пути Иисус от Игр Года Как бы это опять странно не звучало, но это Иллидан, Ярость Бури Речь идет об анонсе нового дополнения к World of Warcraft Легион, в котором возвращается всеми, может быть, кем-то и нет, любимый Иллидан Но, по крайней мере, его возвращение ждали очень многие годы, очень многие люди, в принципе, включая меня Хотя это очень глупо сейчас, то, что творится с сюжетом World of Warcraft Параллельные вселенные, плюс путешествие времени, а здесь еще и очень нелепое возвращение старых героев к жизни Это странно, но это круто В любом случае, Иллидан, Охотники на Демонов, все, что будет в следующем дополнении, выходящем Приблизительно следующим летом, уже предзаказан, мною лично А Дон, и уже не отвертется Ну, Иллидан, действительно, это было воскрешение Какого свет, можно сказать, не ожидал Блин, у нее только на вот этих вот чуваков, что ли, здесь замена Я, кстати, могу избавиться Избавиться могу, действительно Но от кого? 4-3 или 3-4? 4 маны, а этот 3, то есть нужно избавляться в любом случае от вот этой Не, я могу избавиться от обоих По большому счету Вот как-то так Я так и не понял, отчего так голосят года Игра Undertale Я действительно не слышал ничего об этой игре До этого месяца, когда остальные люди тоже начали подводить Какие-то, ну как люди там, игровые журналисты, еще что-то Еще что-то О, новая легендарка Да, а эта шалость звучит как-то глупо и безумно Новая легендарка, которую мы еще не видели Я так понимаю, мы ее получим в последнем квартале Но уже сейчас, благодаря этой механике Мы получили Элис с звездной... Звездочет, походу Но, к сожалению, ее боевой клич не сработал Поэтому мы не имеем золотую обезьянку Но... Но-но-но-но-но Что мы имеем при этом? Камень... Камень встреч Когда вы используете заклинание Призывает случайного существа за такую же стоимость Но, блин... Но, блин... Но... Но... Ну, ладно Призовем А потом там будет Что за... За ноль маны Да Еще из-за одну маны Но вот стоит Стоит ли мне размениваться? Да-то, конечно же, стоит Конечно же, стоит Потому что иные Альтернативы очень печальны Так вот Не знал я об этой игре ничего И почему-то сейчас все Кричат, что вот она Одна из игр года Там что-то очень странное И пиксельное На самом деле происходит И... Я так понимаю Это какой-то RPG Который не такой, как все Но я... Честно, по скриншотам Не понял Ничего И очень хотел бы понять Что же там такое Крутово Действительно ли это Такая великая игра Но... Очень много шума За последние месяцы Именно внезапно Под конец года Игра Undertale Может быть, вы знаете Напишите в комментариях Что это такое Я-то могу, конечно, сам Бить это все в Google Но, блин... Я уже вбивал И почти ничего не понял Все по-английски написано Хех... Конечно, шутка Там, в принципе, я понимаю Более-менее, что происходит Но это странно Это действительно странно Что было, что не было года Mortal Kombat X Я не знаю Когда выходила Предыдущая часть Mortal Kombat Там действительно Было много шума Потому что Это было Реально новое дыхание Для серии Этих замечательных игр Под названием Mortal Kombat Естественно И Mortal Kombat X Он Как бы должен был Полностью Продолжать Развивать идеи Предыдущей части Но Он, наверное, это сделал И он Многое новое внес Естественно, во вселенную Я это Не буду воспаривать Но, блин Блин Это странная игра Она очень странно выглядит В конечном итоге И Ну Я даже не знаю Что можно сказать Кто-нибудь вообще Помнит, что она Выходила в этом году Ну, то есть Тот Mortal Kombat О нем Говорили целый год Говорили на следующий год Все играют в него До сих пор У меня он даже есть Куплен в стиме Я даже заходил В онлайн мультиплеер Короче Игра Действительно Крутая Mortal Kombat X Я лично не знаю Ни одного человека Который Был вообще в восторге От того, что там происходит Я не к тому, что игра Плохая Нет, она просто Вышла И Не оправдала Наверное, чьих-то Ожиданий Я Ну, не то чтобы Учительное ждал Ну, как бы Мне хватает и старого Mortal Kombat Если вдруг захочу С кем-то Сражаться Ну А Mortal Kombat Ты, к сожалению Оказался Совсем не таким Каким мог бы быть Это странно Хорошо, что я не использовал Свою способность Но, что более странно Если бы Не заменились Существа То Был бы смысл Накаплять урон О Фростшок Это странно Какие-то внезапные Пошли телодвижения Так, все равно есть Легендарки Легендарки То, что я ожидал Увидеть здесь И смотрите У меня на столе 19 урона Просто Из ничего Фактически Плюс я еще делаю ровок Стреляю ее в лицо И в принципе Я по-моему Вы несколько раз Скоро в принципе Я уже Почти выиграю Но сначала Давайте посмотрим Что будет Интересно Секира Ну попробуй Попробуй Очистить стол После такого Леди Нажар Черный пиар года Это Естественно Приходится упоминать Эту игру Потому что Действительно Было Непонятно Что это будет И оказалось Что Ничем крутым Это не вышло В итоге Игра Хейтред Которая Как бы Пиарилась На том Что это будет Невероятно Какая-то ужасная игра С ужасным насилием И всем остальным А оказалась Просто какой-то Не очень Интересной В итоге Подделкой Точнее Подделкой Правильно Так Мы получили Балвара Фордрагона Жалко Только что Он никак Себя не прокачал Но зато Уносили Грул И получили На руку Еще Громаша Но Это все Меркнет И бледнеет Перед тем Что В принципе Игра Уже И так Закончена Грул Фас Ну Механики Мне понравились Эти боссы Как бы Они не сложные Но механики Интересные Сейчас Классовых Испытаниях Мне кажется Их будет аж Трое И поэтому Ролик Опять Расценится На 2 часа Собрать артефакт Но перед этим Одна и та же Игра года Выигрывает В этой номинации Который же раз Компания Ubisoft Но Даже не только Потому что Она опять Сделала Assassin's Creed И что-то еще Нет Она Делает И другие Игры Но они Все об одном И том же Абсолютно Я уже Высказывал Это мнение Во время Конференции Е3 После Точнее Выставки Е3 После конференции Ubisoft Что в принципе Они показали Одну и ту же Игру Везде Абсолютно И Некоторые Меня не поддержали Но я Остаюсь При своем Мнении То есть Что Rainbow Six Что Игры Том Клэнси В общем-то Все Под Франшизой Том Клэнси Они все Абсолютно Об одном и том же А если не об этом То Assassin's Creed И еще Что-то они там Анонсировали Были Тоже какой-то Файтинг Который похож На Assassin's Creed Очень-очень Жаль Потому что Ubisoft Она может Радовать Людей И раньше Все лучшие Игры Выпускала Именно она Но вот уже Сколько лет Это просто Конвейер Одних Тех же Идей В разных Обертках Это печально Это мне реально Печально Так А мы зато В это время Получили карту Вот этой вот Змеюки Ужасной Ядовитой И Морская Ведьма Нага Которая За 5 Маны Имеет 5 урона 5 атаки Отлично Скал 5 урона 5 атаки 5 урона 5 жизней И Все ваши Карты Стоит 5 Это Прикольно Но Не думаю Что Куда-то Она Войдет И так Мы Прошли Третий Квартал Из Четырех И Сейчас Мы должны Узнать Какие У нас Испытания Я так Думаю Что Их Три А Может Быть Их Больше Кто Знает Да Потому что Класс Это Всего Либо Ну Их Да Может Быть Два Кстати Здесь И Три Следующем Кварта А И Снова Снова Новая Карта Миллион Карт Так Ну Это Конечно Наш Новый Друг Серафинный И Лунный Совух Который Точнее Он Не Лунный Здесь Назовется А Совух С джунглей Но Его Уже Видели Окей Да Видите Все Три Испытания Это Охотник Шаман И Жрец То Есть Два Класса Которые Я Люблю Один Который Я Не Могу Играть Он Хороший Все Классы Хороший Но Я Не Могу Играть За Охотник Первым Был Прохитивое Испытание О 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 Супер-мега-анимация, спасибо за найти мою службу, дайте мне демонстрацию вашего оружия. И отправимся на классовые испытания, начнем, пожалуй, с жреца, потому что, блин, все у вас, в принципе, по второму кругу проходить, ёлы-папа, начнем с жреца, потому что, блин, это жрец, вы его и так почти не видите на моих роликах, потому что я не очень умею за него играть, и по задумке это будет самое сложное испытание для меня. По-прежнему лучшие мены года, естественно, Blizzard, почему по-прежнему, потому что они уже третий год выиграют в этой номинации, ну или второй, я не помню, будет в первом году, когда я подавлю, то и такая номинация, но, все равно, они остаются крутыми ребятами, ихние игры продолжают меня радовать из года в год, только Overwatch немножко разочаровал, точнее, не самый Overwatch, а так как, что с ним происходит, вот, но Blizzard молодцы, и мы с вами под новый год, точнее, я-то под новый год, вы можете смотреть ролик в любом, в любое другое время, но спасибо, что смотрите, я это ценю. Так, это новая карта из испытания, но нам сейчас не нужна, нам нужны карты подешевле, чтобы их выставлять. Ладно, выставим Мурлока. Уделал года. Просто уделал года. Это может показаться странным многим людям, но это совместимость Xbox'ов. То есть, то, что игры с Xbox 360 можно спокойно запускать на Xbox One, не все, конечно, но многие, и этот список пополняется. Это когда рассказали на, по-моему, Е3 конференции, это было просто лучше, что могло быть. Я, как уже на тот момент обладатель PlayStation'а, я не с самого первого просто анонса этого PlayStation'а рассказывать, что будет у нас обратная совместимость. Все круто. Да, прошло два года. Какая совместимость? Никакая. Куча переизданий, которые продают в десятый, в десятитычный раз игры одни и те же. Вот игры с PlayStation 2 сейчас выпускают на PlayStation 4. Класс. Очень круто. А так, были у тебя игры на Xbox 360? Запускаешь на Xbox One, не платя ни копейки, вообще ничего. Ну, у меня-то, конечно, не было игр от Xbox 360, но я могу запустить многие игры от Xbox 360 или просто купить их. А они, как бы, стоят дешевле, явно, чем игры на... Ну, они уже устаревшие, более-менее. И можно было бы купить там какую-то Red Dead Redemption, например, по скидке на Xbox 360. И спокойно в него играть на Xbox One, если он, конечно, поддерживается. Это уже совершенно другой момент. Так. Ух ты. Прикольно, прикольно, но не уверен. Потому что, блин, еще и Бран и исчезнет. Так что тут лучше брать ту карту, которую имеет. Заодно и проверим, работает ли эта механика. Но, мне кажется, нет. Потому что, ну, нету стоимости. Так что, ну, компания Microsoft во многом не права. Я уверен, что многие ее недолюбливают. Из-за действий, которые она совершает. Но вот эта вот функция, это действительно очень круто. Итак, проверяем. Ну, как и ожидалось, ничего не произошло. Личное игровое событие года. Это, естественно, приобретение PlayStation 4. И, ну, что ты сейчас скажешь. Я давно этого хотел. Долго копил. Потому что, бедный студент. Но, все равно, смог себе позволить консоль. К сожалению, не смог себе позволить. Я думал, что она подключается к любому монитору. Но оказалось, что нет. И пришлось морочить голову. В итоге, голова была проморочена. И на какое-то время я смог со всем справиться. Но сейчас я опять без монитора. И поэтому PlayStation... Эх, приходится теперь откладывать на новый монитор. Причем уже, ну, серьезный какой-то. Чтобы был HDMI. Вход. Не нужно было никаких переходников. И качество самое лучшее. И все такое. Неплохо. Мне это нравится. Черт. Так. А, я не могу... А, могу уничтожить вот этого парня? Ну, и последнее осталось. Номинация разочарования. Разочарованием года стали игровые выставки в этом году. То есть, E3, Gamescom, даже Blitzcom. Почему-то, почему-то в этом году они произвели на меня... Впечатление полного уныния. Ну, то есть... Речь идет о том, что я специально не спал эти ночи, все смотрел, за всем следил. И ничего просто такого, что класс, вау, да, я этого жду, не было ни на одной из этих выставок. Ну, то есть, конечно, было на Blitzcom анонс полноценный Легиона. Ну, точнее, анонс был ранее, в этом-то вся проблема. То есть, было там трейлер фильма по Варкрафту, ну, окей. Трейлер, вступительный ролик к Легиону, ну, окей. Как бы, ничего нового, в принципе. Ну, не тоже ничего нового. В общем, да, несу какую-то чушь больше. Но все равно, после церемонии открытия Blitzcom, где рассказали всякое вкуснотище, ничего больше, что с новшибателем на Blitzcom не было. На Gamescom тоже. На E3 вот было анонсово с Xbox. Классно, у меня все равно нет Xbox. И поэтому это мое личное разочарование года. Это немножко печально. Ну, а в остальном, все итоги подведены. Блин, у него же Легендарки, ёлка, херн. Ну, у меня Легендарка, кстати. Это не обратил внимание. Замешать существу в мою колоду. Блин, для этого уже существо с крутым Battle Cry. Ух ты, доктор Бум. Толку-то от него. Ну, хоть существ сейчас наставлю. Ну, в общем, да, вот такие итоги года. Они очень странные, потому что год странный, и я странный. Прямо странный. Ну, какой есть. И я потом выложу это все в отдельном посту. О, черт, Гидон, Гидона нужно убивать. В отдельном посту. Страница, РК, на обзорах ВКонтакте. Че это к топлю? Непонятно, че я так туплю. Так, что... Нет, моя... Не пустая... Рука. Так, ну, конечно же, этот парень, он кинет бомбочку ему в лицо. Ни в лицо, но нет, ни в лицо. К счастью, ни в лицо. И мы, походу, перехватили ситуацию в свои руки. Ну, теперь, когда много болтовни закончено, я не хочу еще сильнее растягивать этот ролик. Какой-то другой болтовни. Полностью сосредоточимся сейчас на испытаниях. Побыстрее мы пройдем. Еще один керн. Оу, 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 оу. Гляньте, кто у нас тут. Класс. Реально класс. Я даже... А, нужно... Нужно enemy меня. Блин. Не круто, если enemy. Ну, продолжаем избивать лицо. Мне кажется, это... Заявка на победу. У нас полный стол. Но уже не полный. У-у-у, лакир. Класс. Ну, и у него доктор бум, но... Точнее, у нее доктор бум. Ну, че я тут размышляю? Выигрываем. Можно было сразу ударить в лицо кракеном. Интересно. Это интересно. На самом деле, мне понравилось это испытание. Ну, потому что механика босса. Очень интересно. Боялся, что будет похуже. Так, мы получили эту карту Entomb. А за то, что взяли 24 уровень жрецом... Нет. Ничего. Печалька. Так. Давай, Хардстоун, быстрее думай. Нам нужно еще пройти два испытания. Испытание Шамана. В общем, это... Очень странно, что я все испытания в этом крыле прохожу задом наперед. Но у нас тут есть выбор. И я первым прошел то, что мне казалось хуже для меня. Но Шамана выбрал уже, потому что, на самом деле, я люблю этот класс. Но в последнее время тоже играю в основном за охотника, чтобы выполнять дейлики. Там продвигаться немножко по рангу вперед. Получается именно охотником. Не агро-охотником, контроль. И мне моя колода очень нравится. И она показывает себя очень неплохо. Но звезд с неба не хватает. А вот с Шаманом в последнее время не очень получается. Но сейчас, возможно, я получу море фана. Вот от этой карты у меня, кстати, нет. А могла бы она исправить ситуацию и дать тот самый фан. А вот зачем? Зачем голодный краб только мне? И почему я его не отменил? Вот в чем еще вопрос. Да, еще нужно же не забывать про его дурацкую способность. Ну, а вообще нет. Что я буду молчать? Вы все равно это смотрите, если смотрите. Вас нужно как-то немножко развлекать, наверное. По этому поводу. Ну, нет. И я почему так задержался и не записал вчера еще прохождение этого квартала? Потому что внезапно подумал, что Новый год и нужно что-то своим друзьям дарить. Ничего в голову не приходит. И я решил сделать что-то собственными руками. Подумал, что у нас год обезьяны впереди. И решил сделать что-то из бумаги и картона в виде или в форме обезьян. То есть у меня было в этом году внезапное желание заняться так называемым пейперкрафтом. То есть фигурками из бумаги созданием. Я хотел создать Голста из Destiny. Я даже нашел чертежи, даже их распечатал. Все приготовил, чтобы собрать эту фигурку. И ничего не сделал. Нужно это исправлять. Я думаю, за зиму я это исправлю. Но небольших обезьянок из бумаги я собрал за эти два дня. Плюс еще сделал лица в виде лиц обезьян. А, сделал лица обезьян. В принципе, похожими на тех людей, которые мне эти лица собираются дарить. Ну, то есть если там... Они все более-менее по шаблону сделаны. Но если там у человека голубые глаза, то и у этой обезьянки, соответственно, голубые глаза. И если там светлые волосы, то сверху такой небольшой... Типа, торчащие у нескольких волосков светлые. Ну, и в таком роде сделал там очки. У одной моей подруги большие такие черные очки, в которых она ходит. И я сделал этой обезьянке тоже очки, которые можно снимать, если вдруг ей не понравятся очки. Типа, мартышка с очками. Все дела, то можно их спокойно снять. Ну, и я думаю, еще их чем-то приукрасить, потому что мало пока отличительных черт у них. И буду дарить, да, эту фигню на Новый год друзьям. Даже смогу сфотографировать их, наверное, и показать вам, если вам будет вдруг это интересно. Выложить тоже на странице аркадного обзора ВКонтакте. Я продолжаю, продолжаю заниматься фигней и не проходить это дело. А зря. Блин, и он возьмет карту. Или нет? Нет, он не возьмет карту. Фух. Отлично. Чёртова его способность. Так. Блин, блин, блин. Нужно действовать. Нужно еще разыграть ее вот эту, да, молнию ему в лицо. Чтобы он не взял карту. Ну, что происходит? Да, ну. Сейчас и у него карты на милей. У меня карты на милей. Это опасная, опасная ситуация весьма. Блин, и вот сейчас молния мне бы пригодилась. Если честно. Ха-ха-ха. С другой стороны. Пускай сам очищает стол, если хочешь. Так что, в принципе, если вы оказались в подобной ситуации, как и я, у вас, я не знаю, кажется, один день останется. Ха. Чтобы, может быть, что-то смастерить своими руками и показать, что вы, в принципе, тоже можете... В этом мире чего-то там... Как бы это странно, наверное, сейчас не звучало, но... Если вы вдруг, не знаю, мало... Делаете что-то сами. Там, допустим, прозвиживаете кучу времени за компьютером. И, может быть, занимаетесь какой-то работой более интеллектуальной. Но чисто физически вам даже нечем похвастаться перед своими друзьями. Или как-то просто показать, что вы не бездельничаете. То есть сейчас самое-самое время сделать что-то самостоятельное. И показать им, что вот, вы тоже что-то стойте. Ну, скорее всего, вы покажете сами себе. И будет чем похвастаться, то есть. Знаете, у меня часто бывают такие моменты, что вроде бы я что-то и делаю. И что-то добиваюсь жизни. Но, блин, как-то четко, ясно показать это другим людям. Если они вдруг спрашивают, типа, как твои дела, успехи, чем-то занимался, то это очень часто меня приводит в ступор. И я как бы думаю, ну, как бы, да, я занимался, но, блин, как же объяснить, что это круто, то, что я делаю. И вот, это тот самый шанс. Так, почти. А, ну что, почти. Ну, победили, да, это было, в принципе, не очень сложно. Но, все равно, блин, ролик будет больше сейчас, потому что сейчас это какая-то охотника. А что будет там, я уже, на самом деле, забыл, какая механикал-пылу-бок. Дает вашим миньонам плюс-два, плюс-два. Стоит, наверное, меньше за каждого Мурлока, который у вас есть. Очень-очень много, блин, на Мурлоках завязанных карт. Это не круто, если честно. Потому что, и так, Мурлоки заполоняют все колоды всех классов. А тут еще на это делают упор. Итак, испытания охотника. Испытания охотника, это одни из самых веселых испытаний у всех приключений, которые были. То есть, начиная от испытания с тенетником. Хотя нет, я не помню, какие было в Черной горе испытания охотника. И было ли оно крутое, потому что там самое крутое было, естественно, испытание мага на порталах. Здесь мы пока еще за шесть испытаний, которые прошли, не увидели ничего подобного. Сейчас посмотрим, что у охотника. Ну, будет печально. Само по себе приключения нормальные. И полно все забавных моментов. Но, вот такого очень веселого испытания, наверное, не завезли. Можно было, конечно, еще и изготовку убрать. Потому что сразу не будет кучи заклинаний, к сожалению. Так, тогда меня очень-очень-очень-очень выручила команда взять. Сейчас у меня и помине нет ее. Зато есть жаба. Новая карта. Охотник. А почему, почему вот он... Каждая нага будет... Все сильнее и сильнее, что ли, становится это... Так печально. Окей. А у него... Ха, нага, у тебя нету карты за одну ману. Вот ты неудачник. Неудачник. Нет, ну зачем? Я хотел сейчас спустить собак, блин. Он... Все планы нарушил. Так. Так, 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 так. Берем, естественно, нашего льва великого. Ну, главное, чтобы не было скамного карт в руке. За этим тоже сядут. Обращать внимание, в общем, на это надо. Так. Фейс, фейс охотник. Вот он кто. Вот он. Гад. О-о-о. Черт. Блин, это не круто. Ну, хотя бы возьмем... За эту карту. Ну, так, вся карта. Другой стороны. Верблюд. Уничтожит этого парня. А зачем верблюд, блин? Я снимал кабаном. Не знаю. У меня нет, правда, действия. Так. А, еще пока мы здесь сидим. Я ведь рассказывал о всяких крутых сериалах, которые посмотрел в этот год. И буквально на днях я посмотрел сериал на грани. Или просто, как называется, The Bring с Джеком Блэком. В одной из главных ролей. И, блин, это очень крутой сериал. Он... Как вам правильно сказать? Сатирический пародийный. Как бы это странно не звучало. Я очень часто эту фразу. Как бы это странно не звучало, потому что несу всякую чушь. Поэтому должны были уже привыкнуть. Ну, в общем, это такой сериал 24 часа. Вы должны о нем знать. Это один из моих любимых сериалов. Только если бы там все были наркоманами. То есть ситуация такова, что миру грозит настоящая Третья мировая война. И ситуация... Ситуация, ситуация. Еще раз ситуация. В общем, все зависит от нескольких персонажей, которые не совсем адекватны. то есть это чем-то напоминает фильмы типа Голого пистолета, который вы, может быть, знаете, может быть, не знаю, ваш отец это знает, ваш дед, либо Горячие головы. В общем, что-то такое запредельно идиотское, но в то же время имеющее под собой какой-то смысл. И вот реально это как бы комедия, комедийный сериал, но он держит напряжение, что как бы великолепный показатель для комедийного серия. Такой комедийный триллер, если существуют вообще какие-то намеки, точнее, если есть хоть намеки на существование подобного жанра, то вот сериал на грани. Там всего 10 серий, там много нецезурщины, поэтому если вам нет 18 лет, то извините, но скорее всего вам нельзя это смотреть. Но этим временем я кажется побеждаю 13 оружия. Да. Ну ладно, давайте посмотрим какого зверя нам выдаст охотник. Хорошо, это стоило того, увидеть Малорна на столе. Это круто. И все, это победа, мы прошли полностью третий квартал, он в принципе оказался тоже не очень сложным, но куда интереснее, хотя здесь не было никакого побега на вагонетке или побега срушащегося зала, разрушаемого зала, не знаю, как правильно говорить. Я думал, что будет в каждом квартале подобная механика, но нет, ведь в третьем ничего не было. И у нас остается последний, четвертый квартал, который мы с вами завтра уже пройдем. фактически в новогоднюю ночь этот ролик выйдет, и я думаю, вы все-таки не будете его смотреть в новогоднюю ночь. Посмотрите потом 1, 2, 3 января, кто как, но посмотрите, я даже не знаю, какие итоги подводить там, но, по крайней мере, мы с вами там попрощаемся, и можете я что-то придумаю, пока нужно сделать новый чайок. И завтра новый ролик, последний в этом году. Пока, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok